Это видео до сих пор распространяют в соцсетях и мессенджерах. Якобы в городе Алматы выявлен случай заражения новым вирусом. Люди в спецодежде переносят человека в бокс-камере. Журналисты ФактЧек вместе со своими коллегами из Таджикистана и Казахстана уже выяснили, данное сообщение не что иное, как фейк. Чтобы убедиться в этом, нужно всего-навсего найти первоисточник и они нашли. Мы копируем адрес видео и вставляем винвид и он раскидывает его. То есть мы теперь можем искать по кадрам. На любом поисковике искать по кабинке. Вот это вот видео было снято с учения в аэропорту Алматы. Ее же использовали и в таджикских новостях, когда говорили, что якобы Эйр 168 заболевших двое погибли. Распространяют фейки для монетизации контента, для увеличения охвата аудитории, рассказывают журналисты ФактЧека. Разречать фейки от достоверной информации помогает более 200 инструментов. Все они доступны онлайн. Геолокацию того или иного объекта можно определить по приложению Google Earth. Раскадровку видео можно сделать в YouTube Data Viewer. Многие читатели ФактЧека делятся журналисты своими успехами. Теперь уже сами ищут правду в океане информации. Всегда нужно задумываться о том, кто распространяет эту информацию, откуда она пришла, для какой цели может распространяться эта информация и что до этого постил тот или иной человек, либо информагентство, либо какой-либо ресурс, онлайн-издание чаще всего. Если человек просто зайдет на сайт и посмотрит, ознакомиться с предыдущими статьями, с предыдущими новостями, о чём писали, то есть какая-то редакционная политика, она уже будет ясна. Пожалуй, самая добрая фейковая информация, которая когда-либо ходила по просторам интернета. Её даже можно назвать шуткой. Видео, где раскрывают упаковки с памперсами, сейчас распространяют в социальных сетях. Однако вместо средств гигиены там якобы обнаружили деньги. Много денег. Это лишь один из примеров фейков, с которыми сталкиваются интернет-пользователи. Кстати, по мнению экспертов, основным источником распространения недостоверной информации являются социальные сети. Пользователь читает сообщения, делится им со своим приятелем, тот тоже читает это сообщение, принимая информацию за истину и делится с другими пользователями. Так, эта информация передается по всей социальной сети. По словам заместителя министра культуры, фейк, который больше всего его поразил, гласил о том, что в Мексике воруют детей. Вспомнил нуджигит кадрбеков и о сообщениях в мессенджерах о якобы бананах и апельсинах, передающих ВИЧ и СПИД. Были люди и поверившие в это. Пошел в гости гражданин, а в качестве гостинцев принес фрукты. Хозяин подумал, что визитер желал ему зла. И таким образом, говорит кадрбеков, фейки могут влиять на отношения между людьми. Но законодательно сейчас к ответственности за распространение подобной информации никак не привлечь. Если только это не касается возбуждения межрегиональной или межрелигиозной вражды. Но как найти оптимальное решение? Ранее звучали предложения, чтобы разработать законы против тех, кто создает и распространяет фейки. Правозащитники же считают, что такой закон вряд ли поможет решить проблему. Говорят, под видом наказания настоящих создателей фейков, госорганы начнут злоупотреблять своими полномочиями. Анастасия Соболева, Сама Далатахунов, НТС.